Всем алоха, с вами Дангачина и мы продолжаем играть в Тартуга 2 Treaders. Мы закончили на том, что по поручению Черной Бороды мы отправились в город Кингстон, но были... Короче, нас кинули, скажем так. Мы упали в тюрьму и давайте закончим на том месте, на котором мы остановились. Я тут перезаписываю, поэтому у меня тут уже есть сохранение, но я начну с того, где мы закончили. Так, загружаемся, опять Черная Борода на нас пристально смотрит. Надеюсь, это он... Надеюсь, это он так просто на нас смотрит. Так, ну давай быстрее. 80 FPS. Да, впервые вижу такое. Надеюсь, меня не слышно, точнее, как щелкает мышка. А меня должно быть хорошо слышно. Блин, ну что? Что такое? Будем тогда шраму вводить. Делать нечего. Блин, ну что такое? Так, все, вроде... Вроде прогрузилась. Насколько я знаю, тут локация сразу полностью прогружается. То есть, карты здесь небольшие, и поэтому все прогружается. Никак, знаете, в GTA. Так, прошу прощения. Звук. Звук, звук, звук. Аудио. Да. Отлично. Продолжаем. Обнажаем наш меч. И уничтожаем этих жалких англичашек. Они нам не нужны. Да. Это их, конечно, я не знаю, принцоги... Принцогиня. Принцесса, герцогиня. Не знаю, зачем она нам помогла, конечно. Но она нам помогла. И это нам на руку. Так. Опять же, сражаемся. Ну, вот я эти ролики, которые... Катсцена, можно так сказать, но только их можно пропускать. Я их никогда не смотрел. Потому что они здесь сделаны... Ну, так, знаете себе, так. Они здесь большие и немного нудноваты. А вот сам геймплей очень даже ничего. Игра, так скажем, не очень известная. Ее интересно проходить. Ой-ой-ой. Оказывается, это вторая часть. Ну, я, конечно, перед тем, как снимать, узнал, что это вторая часть. Но... Когда я играл, я думал, что это... Ой, что-то не видно. Думал, что... Да. Сама по себе, оказывается, есть первая часть 2003 года, как «Василин колец». Ну, она там вообще жесткая. В плане графики. Ну, я сам не играл в этом, а решил, что не буду снимать, чтобы не получилось, как «Сим Сити», да. Что вроде начал, но как-то не получается. Так, этого английского «Офиц» мы отлично просто варим. Он нам вообще практически урона не наносил. Да, не наносил уже в прошедшем времени. Снадобное лечение, новое движение. Это вот это, да. Как видите, синяя полоска рядом с полоской жизни в правом нижнем углу уменьшилась. Это выносливость, насколько я знаю. Но не знаю, как правда, как она называется. Да, тень-то тут не очень. Ладно. Вон наш корабль. Хотя тут нашего корабля нету. Он далеко уже. Так, всё. И теперь тактика этой миссии всегда была такой. Я не собирал эти сундуки. Я всегда делал вот так вот. Просто топ убегал, потому что нам под конец... Ой. Нам под конец вот это вот. Как бежим, там целая такая толпа. Вот сейчас я вам покажу. Так, миссия завершена. Представляете с ними всеми сражаться. И опять закончилась миссия на том, что меч у нас каким-то образом вылетел, но мы им всё равно управляем. Видимо, главный герой Томас Блит. Вообще у нас маг. Так, торговлю я никогда не использовал, потому что ничего такого ценного она не даёт. Продолжаем. Вот мы сейчас будем сбегать из Кингстона на Тартугу. Ждём уйти из Кингстона. Миссия называется. Да, ну, конечно, перевод здесь, как всегда в играх началах 2000-х годов, так себе. Также, как мы видим, на море здесь валяются сундуки, но я их собирать не буду. Так, по пути, если только будут, поскольку здесь просто мины, то есть никакой ценности они нам не представляют. Так, сейчас за нами шлюп гонится. Мы сейчас сделаем по-хитрому. Порт-рояль мы вот так вот сделаем. Если кто знает, Порт-рояль это столица Генри Моргана раньше была. Так. Ну, он, в общем, говорит, что это. Почему черная борода его предал? Где вообще сам черная борода? Что, где его эта сангуа любимая? Так, ну, здесь сейчас я пропущу ролик. Там появился дух этой сангуы, и она ему сказала плыть к ее матери. Вот так вот скажем. Но наш персонаж сначала отправился на Тартугу, чтобы раздобыть себе корабль. Она ему сказала плыть на пристанище Висенника, но на шлюпке же он в одиночку не поедет. Нужно сначала собрать команду и подходящий корабль найти. Так, направляемся. Я, наверное, поплыву сразу напрямик. Так, плывем. Главное не попасться этим кораблям, потому что они могут уничтожить нас с одного залпа. Но их слабость, вот это вот эти рифы... Хоуквинт. Да. Вот перевод мне... Так, прошу прощения. Так, я снова с вами. Прошу прощения за то, что заставил вас ждать. Но хотя я вас не ждала, я это все вырежу. Так, я остановилась на том, что слабость больших кораблей это вот эти вот рифы, по которым мы сейчас плывем. Вот эти вот возвышенности, потому что лодка... Вообще, вот видите, они получают урон с этого. А лодки-то пофиг. Конкретно пофиг. Итак, мы достигнули места назначения за 2 минуты. Продолжаем. И вот, Тартуга. Старая добрая Тартуга. Есть вообще практически во всех произведениях про пиратов. Хоть в книгах, хоть в фильмах, хоть в играх. Даже в Питере Паладе она есть. Но, правда, в книге она там как место пиратства, да. А в игре, в Корсарах. Город патеринских кораблей. Так. В игре это... Я хотел сказать... Блин, ну хватит говорить уже. В игре я хотел сказать... Тартуга просто французская колония. То есть, никакой такой особой... Особого значения в ней нет. Так. И похоже на нас, но... Хочет напасть один говнюк. Будем их так называть. Самых... Думаю, дать название всем этим пиратам. Самые сильные будут говнюки. Средние будут жертвы. А самые слабые коллеги. Инвалиды. Вот так вот будем их называть. Так, ролики опять же пропущу. Никакой особенности, ценности он здесь не представляет. Так. Тем более, если я буду показывать ролики, они тут... Так, на нас напали инвалиды. То они будут занимать половину серии. Потому что они здесь большие и смотреть их, честно говоря, неинтересно. Потому что я играл, пытался что-то посмотреть, чтобы так в сюжет вникать. Некоторые ролики очень даже хорошо. По-моему, здесь даже ролики, которые сюжетные, здесь их нельзя пропустить. Так, убьем. Убьем их. Убьем этих мерзавцев. Нечего нападать на великого и могучего ястреба. Так, соберем сундучок. Их здесь, по-моему, на этой локации всего три. Один из них здесь. Охраняю два коллеги. И вот и нам достался огненный ром. Это типа бомбы. Зелье Вуду. Это усыпляющий песок, да. Когда у нас нападет толпа, я покажу его действия. И лечебное зелье понятно, что оно выполняет. Так, убиваем одного Жортреста. Двух коллег. И еще одного Жортреста. Да ладно, что-то я не охота у них так называть. Буду просто их всех коллегами называть. Так веселее. Вон второй зундук валяется. Так, парни, вы на меня не собираетесь нападать? Да, молодцы. Я думаю, выпью-ка я одну зелье, потому что... Половину жизней. Так, вот как раз надо для лечения. Так, и самое главное, нужно бить их здесь. Потому что, если мы будем сражаться рядом с другими пиратами, те, они тоже будут на нас нападать, даже хоть они изначально к нам нейтральны. Да успокойся ты. Прайдурки. Да. Будете знать. Я помню, когда проходил эту миссию, любил всех заманивать сюда. У меня вот в этом месте вообще кладбище какое-то было прям. Все в могилах. Да, бонус кладбище был, только там все там было. Реально, как будто бы настоящее кладбище. Так. Парни нет. Парни нет. И они на нас нападут. Надо бы куда-нибудь их отвезти. Куда-нибудь так. Вот здесь давно никого нету. О, против четырех-то коллег. Нет. Какого фига? Какого фига у вас тут столько? Ничего, сейчас я вам всем покажу. Всем покажу. Пока что нам недоступны никакие комбо. Здесь как раз-таки они удобные. Не как-то, например, у Селеника Лезвия нужно так нажать, так нажать, что-нибудь там кью. Ну, я вообще, по сути, не люблю использовать комбо. Но здесь они более-менее нормальные. То есть, хоп-хоп, и все, и вот так вот удар, и отличное комбо. И третий сундук. И сейчас мы встретимся с этим Чарльз Вейн. Тот, кто украл у нас наш корабль. Ну, давай, Чарли. Хоп-хоп. Что, драться вздумал, да? Ты, вот, боссов будем называть говнюками. Блин, при... Похидохок. Понял, да? Сейчас я тебе покажу Чарльз. Помощник Блэкберна. Или как его называют еще? Черная Борода или Эдвард Тич. Ну, Эдвард Тич его на самом деле так называли. Успокойся ты. Эдвардом Тичем. Ну, все, и сейчас нам не нужно полностью его убивать. Отнять только две трети его жизни, даже три четверти. И он от нас сейчас сбежит с кораблем. Так, ну, это я пропущу. Он, скажу так, что он сбежал с кораблем нашим, с этим хорошим, который был в первой серии. И что? Куда дальше? Да, спасибо. Так, что нам тут говорят? Записки. История. Где нам коктейль? Нам коктейль нужен, да. Коктейли Кайперинья. Только Кайперинья еще доступен. Ладно, идем. Все, слепой наш... Единственное, кто нас не передал. Вот этот ролик нормальный. Ну, все, понятно, да? Нам трехпалы Генри дает шлюп, самый плохой корабль. И он нам сказал навестить его плантации, так скажем. Потому что почему-то торговые корабли... Интересно, откуда флаги появились? Раньше их тут не было. Ладно, странно. Потому что торговые корабли перестали к нему подходить с заставкой Рома, Сахара. Я даже не знаю, как. Видимо, из-за того, что я увеличил настройки графики. Потому что раньше, когда я играла, у меня все было на минимуме, потому что я вообще никогда не залазил в настройки. Ну, да ладно. Но сейчас вот как раз-таки нам понадобятся бомбы, мины эти, взрывные бочки. Сейчас я покажу, зачем. Наша задача сейчас будет уничтожить испанские корабли. Вот, да, видно. Виктория, Викендер. Вот эти вот, которые плавают. Мы сделаем вот так, чтобы сразу избавиться от одного корабля. Вот этот большой, слава богу, у нас нападать не будет. Но чтобы избавиться от лишнего шлюпа, сделаем вот так вот. Отпускаем паруса. Отлично. Кстати, как я всегда использовал. И бросаем несколько этих бочек. И быстро делаем ноги. Все, корабль взрывается. И теперь отличная тактика. Как видите, испанские корабли за нами заплыли. Мы, короче, ездим, точнее, ходим около вот этих вот рифов, да. Потому что главное самим на них не попасться, потому что против двух испанских кораблей это самоубийство просто. И единственная хорошая тактика здесь не зря... Так, какой-то баг. Не зря эти рифы расположены. Нельзя подпускать их на расстояние пушечного выстрела и все время водить вот по этим вот рифам. Самая хорошая тактика, которую я знаю, это мессия. Вот, как видите, мы уже избавились от одного самого сильного корабля. Думаю... Нет, уже не думаю. И, как мы видим, он упал с сундуком так-таки. Здесь. Всего 56 единиц урона. Ну и здесь тогда соберем. Нам уже нечего терять. Тем более, мы недолго будем плавать с этим шлюпом. И сейчас опускаем паруса. И... Шлюпка, да. Я боялась, что игра уже зависла. Тут можно сохраняться, да. Сохранимся. Вот. Сохранить запись. Да. Игра сохранена. Назад. Здесь лучше увеличить камеру. И... Хорошая тактика здесь. Ну, вот эти еще можно оплыть. Потому что здесь они так редко расположены. А вот здесь уже нужно действовать. Как раз-таки с помощью этих... С помощью одной такой взрывной бочки. То есть... Сейчас будет фейерверк. Ой. Слишком я... Слишком я близко заплыл. Точнее, недалеко отплыл Так что давайте загрузимся Слава богу, что я сохранился Как знал, как знал И загрузочка быстро прошла Так, снимаем с паузы Переближаем камеру Оплываем эти первые мины Так, так, так Если что, ускорение времени на shift Я когда первый раз перепроходил игру Точнее, я просто проходил игру Там, я не знал, как ускорять времени У меня, короче, там часов на 12, наверное Затянулось прохождение Так, теперь уже отъедем подальше Думаю, так будет норм Да, все, фейерверк прошел Возвращаемся сюда Как видите, здесь опять переграда Вот это поселение, которое дает Генри Сахар Тростник Так Оп, отлично Отплываем на достаточное расстояние Ждем И как видите, можно сразу закончить миссию Сейчас появится значок Ты ж появишься Но сначала Блин, надо сначала там достигнуть Ладно Сначала возьмем Соберем эти сундуки Отплывем немножко Ага Соберем сундуки Доплывем до устья реки Появимся на суше И я закончу на этом серию Так, сейчас Сплывем обратно Оказывается, я Не успел Точнее, не заметил Просто вот сохранился Что мы Оказывается, еще не прошли Так Что-то мне Зря я, наверное, не уничтожил эти Эти Эээ Эээ На шлюпки нельзя, что ли? Это вообще Это вообще Ну все, да, я знаю это Я знаю пароль, да Да, так, делаем опять этот путь интересный, остерегайтесь минусы в зоне устья реки, да, это мы знаем, мы уже это все прошли, теперь можно спокойно ехать, сундуки мы собрали, и все, думаю, достигнем места назначения, да, плантацию я достигну, все, мы достигли места назначения, точность, мы вообще ни одного выстрела не произвели, зато 1861 золото собрали, так, продолжаем, и сейчас мы появимся на плантации, я на этом я сохранюсь и закончу серию, сейчас пройдет эта загрузка, как видите, здесь есть мануфактура, ну, здесь мы будем сражаться с панцами, но это мы делать будем уже в следующей серии, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте обо мне друзьям, если вам это интересно, ну, всем спасибо, всем пока!